Привет, друзья! Ни для кого не секрет, что традиционными столовыми приборами у большинства азиатов являются палочки. Почему именно палочки, а не ложки с вилками? В чем их секрет? Палочки появились примерно 3000 лет назад в Китае во время династии Шан. В те времена все люди на земле брали еду руками, а китайцы начали использовать палочки для перемешивания и переворачивания пищи во время ее приготовления. Со временем палочки начали применять для того, чтобы брать уже готовую еду. Их изготавливали из различных материалов – бамбука, бронзы, слоновые кости, дерево и серебра. Считалось, что если еда отравлена, то при соприкосновении с ней серебряные палочки потемнеют. Согласно древнекитайскому философскому учению, палочки для еды стали частью философии дзен. Они символизировали мир. Нож и вилка, которые позже начали использовать другие народы, являлись символами насилия, войны, жадности и оружия. А оружию не место рядом с пищей, которая после многих лет голода являлась священной для Китая. Многие китайские национальные блюда состоят из мелко нарезанных кусочков овощей, рыбы, мяса и риса. И такие блюда гораздо удобнее есть палочками. Даже супы китайцы едят палочками, вылавливая ими крупные куски, а юшку просто выпивают. Если даже и используются ложки, то только фарфоровые или деревянные, так как металлические ложки портят зубную эмаль. Еда для китайцев – это целый ритуал, который не терпит спешки. Китайцы едят медленно и наслаждаются каждым кусочком, тщательно пережевывая пищу, что в конечном итоге очень полезно для пищеварения. Использование палочек задействует множество жизненно важных точек на руке и стимулирует развитие мелкой моторики, что положительно сказывается на интеллекте. По-китайски палочки называются куайцзы. Они бывают одноразовые и многоразовые. Во время еды их нельзя класть на стол, это будет означать, что гость недоволен угощением. С территории Китая этот столовый прибор со временем распространился на соседнюю Японию, Корею, Вьетнам и некоторые другие страны. В Японии палочки называются хаси. Они считаются символом благополучия и достатка. Их дарят на свадьбу молодоженам, как символ неразлучности, и на день рождения, как символ долголетия. Существует традиция, согласно которой, ребенку на сотый день после его рождения, дарят первые палочки и дают попробовать рис. Доказано, что дети, рано начавшие есть палочками, учатся лучше, чем те, которые едят ложками. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка, но я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok